Приветствую! Данное видео посвящено вот тому нашумевшему оправдательному приговору Зеньковского районного суда Полтавской области, которым был оправдан человек, обвиняемый в уклонении от мобилизации во время военного положения по статье 336 Уголовного кодекса Украины. В предыдущем видео я рассказывал о том, почему там некорректная информация указана в той части, которая касалась того, что Министерство обороны Украины якобы частная компания, что Кабмин зарегистрирован в Америке. Кто хочет разобраться с этим вопросом, ссылочка на это видео будет в описании к данному ролику. Ну а здесь же мы поговорим о чисто юридических причинах, почему на самом деле человек был оправдан. И естественно, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно обратиться непосредственно к тексту самого приговора, что мы сейчас с вами и сделаем. Вот этот приговор, вот его номер, ссылочку я естественно оставлю в описании к видео, чтобы вы могли зайти, проверить все, что я говорю. Вот 23 серпня, 23-го року, Зиньківский районный суд Полтавской области. Быстренько вспоминаем фабулу дела. Фабула у нас какая? Человек, вот информация, да, довидкою військово-лікарской комиссии, особа 4 визнано придатным до військовой службы в Збройных силах Украины под час мобилизації. Дальше, ему 16.01.23 было оголошено, вручено та разъяснено повістку, мобилизаційное распорядження. Потом, 10.03.23 было повторно оголошено, вручено та разъяснено повістку. Человек не явился и в итоге, естественно, его обвинили в уклонении от мобилизации. И сейчас мы переходим к самому сердцу этого приговора. Ну вот, по моему мнению, это самое сердце его. Чтобы найти это место, смотрите, я вот здесь пишу такое суду не, да, и делаю поиск, соответственно, по странице. И вот этот абзац, на мой взгляд, является сердцем данного приговора. Здесь написано, суду не было надано ни оригиналу повістки, чи розписки про її отримання, яку, як стверджує сторона обвинувачення, начебто отримав особа 4. Ни наказу про оголошену загальну мобілізацію, ні того, що особа 4 перебуває на військовому обліку, ні копію висновку військово-лікарської комісії. А відповідно до частини 3 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України, сторона кримінального провадження, потерпилы, зобовязани на даты суду, оригинал документа. Вот этот абзац, это и есть сердце приговора. То есть здесь написано очень много, но многое из того, что написано, мне, ну, даже кажется, что судья решил в какой-то момент пошутить. Вот реально такое ощущение, что он решил пошутить. И самое главное написано здесь, и я думаю, вы уже поняли, что самое главное, доказательств не предоставили. Вы вдумайтесь, как было прекрасно подготовлено уголовное дело, что не предоставили доказательств. Ни справки ВЛК, ни повестку, ни расписку, вернее, в повестке. Ни ничего, ни доказательств того, что человек вообще пребывал на воинском учете. Вы вдумайтесь в это. И вот если мы дальше посмотрим, да, вниз опустимся, мы видим вообще, что доказы, вот здесь тоже судья пишет, да, что доказы витсутни, ну, правда, речовив же доказы витсутни. И как результат, смотрите, почему его оправдали? У звязку с недовыданностью наявности в диях обвинуваченного складу цього злочину. Не доказан, не доказано преступление. А почему не доказано? Да потому что доказательств просто нет. И что это все значит? Ну, действительно, мне кажется, что судья, вот скопировав из интернета всю вот эту историю, которую так любят живорожденные люди, да, что там в Украине корпорация, госорганов нет, все в частной собственности и прочее, вот просто, я не знаю, он что, решил пошутить? Ну, на мой взгляд, шутка не очень удалась, вот. Но, сама идея этого приговора, оправдательная вот эта идея, да, почему судья оправдал этого человека, она заключается не в том, что МОУ частная компания, не в том, что там ТЦК частные компании, не в том, что КМУ зарегистрирован якобы в Америке, да, а в том, что прокуратура, готовя обвинительное заключение, не подготовила его надлежащим образом и не положила туда оригиналы документов. Ни довид КВЛК, ни информации о том, что человек вообще военно обязанный, ни расписки о том, что человек получил повестку. И, конечно же, при этих, при отсутствии этих документов, ну, никак суд не мог признать человека виновным. Это, естественно, вообще не обсуждается. И именно поэтому, мне кажется, что в апелляции этот приговор устоит. Несмотря на то, что там много чего написано прикольного, вот, где судья, ну, реально, я думаю, что он пошутил, потому что я не верю, что юрист всерьез это мог писать, вот. А, соответственно, квинтэссенция, да, ядро, а ядро у него железобетонное, доказательств не было, и все. И приговор этот не будет отменен. Естественно, это не значит, что в дальнейшем мы сможем на него ссылаться. Напомню, что у нас непрецедентное право, а, соответственно, ссылаться в своих исках вы не сможете на это решение суда. Ну, вернее, вы сможете, но ссылки на это решение суда не будут приняты во внимание другими судами. И поэтому само вот это решение, хоть оно и нашумевшее, но оно не изменит, собственно говоря, в Украине ничего. Все, на этом заканчиваю. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Также напомню, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к данному ролику. В этом телеграм-канале информации больше, появляется она оперативнее, чем на ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши комментарии. И напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.